Всем привет, друзья! Сегодня 2 мая 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, рассуждая о фондовом рынке простым доступным языком и учусь вместе с вами. Друзья, не забываем посмотреть вот такой вот мой видос с обзором лучших российских акций прошедшей недели. И посмотрите любопытное видео о том, как Илон Маск посредством одного твита потерял 2,8 миллиарда долларов и обвалил капитализацию Тесла на 15 миллиардов. Друзья, ну а сегодня хотелось бы начать по сути новую рубрику. Вы знаете, те, кто меня смотрит, о том, что я недавно зашел на американский рынок, я давно в принципе это сделать планировал, и это на прошлой неделе случилось. Напомню, что мои основные активы сконцентрированы на российском рынке, это брокер открытия, ну и занимаюсь я инвестированием там уже около года, даже второй год вот только что пошел. Ну и можно сказать, что худо-бедно я в российском рынке подразобрался за этот год и относительно неплохо там уже ориентируюсь. А вот про американский рынок, друзья, я такого сказать не могу, честно признаюсь, для меня это абсолютно темный лес, и я чувствую катастрофическую нехватку знаний в этой области. Поэтому, друзья, я решил снимать видео про лучшие американские компании недели, либо месяцы, ну то есть в принципе делать то же, что и с российским рынком. Для чего? Я, друзья, хочу, чтобы у меня, как в фильме «Большая перемена» у Евгения Леонова, чтобы у меня откладывалась на подкорочку та информация, которую я буду изучать. Я хочу набраться терминологии, я хочу, чтобы у меня примелькались названия лучших американских компаний, я хочу понимать, в каком векторе движется американская экономика, какие отрасли перспективны для инвестирования. Ну и для всего этого я просто хочу получать эту информацию в таком ежедневном, еженедельном режиме, чтобы погружаться и вникать в новую для себя сферу. Друзья, понятно, что то, что росло, грубо говоря, в апреле, нет никаких гарантий, что это же продолжит расти в мае. Более того, происходит зачастую наоборот. Но здесь у меня цель другая, я хочу просто, ну скажем так, устранять пробелы в своих знаниях в этой области, поэтому мне кажется, такой способ очень даже неплохой. Ну что, вот открыл я списочек американских акций, выгрузил лучшие из них по итогам месяца. Так, подождите, сейчас я эту фигню уберу. Так, вот такой вот списочек получился. Как мы видим, на первом месте компания UnitedHealth, которая прибавила 24 почти процента. На втором месте Raider One 22,39 и Home Depot на третьем месте с результатом 22 процента. Я, кстати, с радостью обнаружил здесь некоторые компании из моего портфеля. В моем портфеле сейчас 10 американских акций. И я обнаружил здесь 6 из них. В частности, у меня есть акция Apple, которая прибавила за месяц 19,74 процента. У меня есть акция Microsoft, которая прибавила 13,48. Есть у меня акция Nike, которая прибавила 8,47. Есть у меня Intel, который прибавил 6,17. Есть Verizon, который вырос на 3,89. И Merck, который прибавил 1,86 процента. Ну и, конечно, друзья, этот портфель у меня такой тестовый. Можно сказать, я планирую его, естественно, впоследствии корректировать, дополнять, расширять. И пока я только учусь, по сути, ориентироваться в американских акциях. Ну вот, например, мне хотелось бы иметь у себя, например, визу. Я бы не отказался от Pfizer. Я бы не отказался от Johnson & Johnson в текущих условиях. Не отказался бы, возможно, от Coca-Cola. Ну и хотелось бы в перспективе, наверное, когда-то иметь Amazon. Вот, хотелось бы иметь MasterCard. Ну, посмотрим, друзья. Москва не сразу строилась, поэтому потихонечку, по кирпичику буду начинать с самого нуля, с самых низов. Ну и постепенно, я так думаю, все-таки в этом вопросе разберусь. Ну и, может быть, вам чего-то полезного тоже расскажу. Ну что, друзья, давайте начинать. UnitedHealth прибавила у нас за год 22,66%, а за три года рост составил 64,9%. Ну, крутой результат, надо признать. Компания стабильно растущая. В пятницу она потеряла 2,72%. Но за месяц, как мы видим, все равно отличный плюс. Так, цена дохода 19,92. Для американского рынка это нормально, потому что я читал, что все, что менее 20, там, это считается very wonderful. Дивиденды 1,48%, но американцы платят не очень большие дивиденды. Там, в принципе, если у нас дивидендная доходность может достигать там 8-9, даже 10 бывает процентов, то у них, ну, 2-3-4% это уже считается хорошо. За год рост 22,4%. Так, теханализ предлагает краткосрочно этот актив приобретать. Так, давайте посмотрим на месяц. На месяц предлагает этот актив активно, друзья, покупать. Видите, в чем дело? Ну, судя по названию, я так понимаю, что это медицина, здравоохранение. Смотрите, 9 покупать и 1 голос нейтрально. То есть, в акцию верят, но стоит она, конечно, нехило, друзья, надо признать. У меня вот пару компаний я себе приобрел. Я себе купил, ну, фармацевтических. Я приобрел себе Merz и Ebby, но они дешевые. Они там суммарно стоят около 160 долларов. А здесь только одна акция, UnitedHealth, стоит 284, так что для более состоятельных инвесторов, чем я, пока. Но, друзья, обращаем на нее внимание. Пойдемте посмотрим на нее в приложении брокера Tinko. Ну вот, друзья, мы ее нашли. Смотрите, вот так вот выглядит график за день. График за неделю. За неделю, кстати, мы видим, что она падала. Но за месяц хороший плюс. За полгода вот так вот. И вот такой вот результат за год. Ну, не сказать, что прям красивый. Но вот видим, вот где-то вот отсюда, да, начался у нас COVID-19. И грохнулась она довольно сильно. Но потом она практически, видите, она практически уже вернулась к докризисным показателям. Ну и общий график просто замечательный. На рынке она 10 лет уже, мы видим, эта акция. Мне нравится, друзья, очень нравится график. Обращу обязательно внимание на эту компанию. Так, давайте почитаем. United Health Group – американская диверсифицированная компания, предоставляющая услуги в области здравоохранения. Базируется в городе Минитонка, штат Миннесота. United Health предлагает свою продукцию и услуги через две дочерние компании – United Health Care и Optum. Вместе с своими дочерними компаниями группа обслуживает 70 миллионов людей на территории США. Так, в 1977 году была создана компания United Health Care Corporation для реорганизации, но становится материнской компанией более ранней фирмы. Так, ну здесь какой-то перевод машинописный, мне так кажется. Не совсем осмысленно. United Health Care вводит такие новости в здравоохранении, как фармакологические справочники, аптек и наркотиков, офисное программное обеспечение врача, чтобы контролировать расходы, управлять ими и многое другое. Так, прогнозы. Покупать, 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 держать, покупать. Отличные, друзья, прогнозы. Все считают, что компания вырастет, видите, от 14 до 22% прогнозируется рост. Так, здесь можно полистать показатели. По годам, видите, выручка неизбежно растет. Это круто, друзья, это круто. И платит дивиденды. Платит дивиденды. В 2020 году уже одна выплата была. Ну а так, стандартно, как все американцы, платят 4 раза в год. И за прошлый год, вот мы видим, заплатили 0,36%, 0,44%, 0,48% и 0,37%. Ну, получается, не сказать, что прям сильно много, менее 2%. Но, друзья, для американского рынка, опять же, это вполне приемлемо. Ну что, берем на карандаш, запоминаем United Health. Мне, друзья, признаться, организация понравилась. Не знаю, как вам, так что буду иметь ее в виду. Так, дальше погнали. Raider One за месяц плюс 22%, за год минус 31%, за три года минус 49%. Ну, это плохо, друзья. Это мне не нравится. Акция стоит дешево, 61 доллар. И в пятницу она потеряла в цене. Цена дохода 9,53. Ну, в плане перекупленности вообще идеально. Дивиденды почти 3%. И теханализ активно продавать ее предлагает. Так. Так, так. Давайте на месяц посмотрим. Тоже активно продавать. Ну, короче, странный актив. Как он вообще залетел тогда в лидера? Один покупать, пять продавать, один нейтрально. Так, пойдемте смотреть тогда, что это вообще такое. Raider One Technologies Corp RTX Ticker. Так, ищем ее в приложении Tinkoff. Вот она, друзья, нашлась. Вот так выглядит дневной график. Вот так вот выглядит недельный график. Месяц. Странно, как-то странно. Полгода. И за год. Так, подождите. Когда они вообще на рынке-то появились? Уж не 9 ли апреля? Странно, друзья. Но мы видим, что все показатели начинаются с апреля. Может, это какая-то новая акция. Так, американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения, военной техники для видов вооруженных сил США и стран-союзников, стабильно входит в большую тройку изготовителей вооружения и военной техники, крупнейших подрядчиков ВПК США. Друзья, ну вы знаете, вот тут бы я, конечно, чисто кармически даже задумался, а стоит ли в такие компании инвестировать. Все-таки являться акционером американского военно-промышленного комплекса, мне кажется, это как-то, знаете, не круто. Потом где-то там придется за это, возможно, ответить. А почему вот ты при жизни такими пакостями занимался? Ну, шучу, конечно. Деньги не пахнут, как говорится, но сама компания, мне кажется, не представляется перспективной, вот судя по тому, что мы с вами читаем. Так, прогнозы, покупать, покупать. А здесь, видите, вот почему-то эти аналитические агентства считают, что она вырастет. Причем тут рост прогнозирует, смотрите, 177%, 174. Да, странно. По годам выручка растет. Последние, во всяком случае, годы есть дивиденды. И вот до 13 мая надо ее прикупить, чтобы получить в течение 1-2 месяцев дивиденды 78% годовых. Ну, странная, друзья, организация, если честно. Запомним ее, но инвестировать в нее торопиться я явно не буду. Так, пойдемте дальше. И третья компания, это Home Depot. У нее результат за месяц плюс 22%, за год плюс 9%, за три года плюс 41%. Ну, за год, наверное, скромненько, друзья, но за три года довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Так, Home Depot. Так, что это такое? 218 долларов стоит акция, тоже не дешевая. Удовольствие. Цена доход 21.33, ну, почти в пределах нормы. Так, дивиденды 2,73%. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Теханализ активно покупать ее предлагает. И давайте глянем на месяц. Тоже активно покупать. Так, здесь у нас 8 покупать, 1 продавать и 2 нейтрально. Так, давайте искать ее в приложении Брокер. Так, вот, смотрите, друзья, вот так вот выглядит дневной график. Вот так вот график за неделю. За месяц мы видим, компания очень здорово растет и выросла на 21%. За полгода зато упала. И за год рост 10%. Ну, видим, что ковид на нее очень сильно повлиял. А общий график очень крутой. Смотрите, стабильный такой длинный рост. Вот такие акции мне очень нравятся. И она тоже 10 лет. Ну, 10 лет данные. Я не уверен, что на рынке 10 лет. Может быть и больше. Может, здесь просто в приложении предельный график показывается за 10 лет. Но видно, что компания с историей. Так, американская торговая сеть по продаже стройматериалов, инструментов для ремонта и мебели. Работают в США, Канаде, Мексике. Так, клиенты компании, обычные люди и профессиональные ремонтники. Напольное покрытие, сантехника, мебель. Он может попросить сотрудников установить их. Так, так. Так, так, так. В 2011 году заняли 111 строчку в списке Fortune Global 500. В 2016 году заработали 94,5 миллиарда долларов. Ну, нехило, друзья, нехило. Прогнозы. Держать, покупать, покупать, покупать. Показатели давайте глянем. Показатели, друзья. Видим, что растут. Постоянно растут. Это хорошо. И есть дивиденды. В этом году их уже платили. Ну, за прошлый год стандартно также 4 выплаты. Ну, и суммарно мы видим более 2% доходности. Неплохо, друзья, тоже хорошая компания. В нее верят. Ну, рано или поздно сейчас снимут ограничительные меры. И люди обязательно пойдут за стройматериалами. Так что вот эту сферу вполне допустимо себе добавлять в портфель. Запоминаю, друзья, мотаю на ус. Так что вот таким вот образом я планирую разбирать еженедельно американские компании, чтобы в этой теме немножко начинать разбираться. Ну что, всем, кому моя болтовня понравилась, кому это было полезно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке простым доступным языком. И учусь вместе с вами. Хорошего вам дня, друзья, хорошего вечера, всего самого доброго, пока-пока.